Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев С 1 сентября и до завершения навигации Дальний Восток Теперь возмещаться будет 20% от стоимости путевки до 40 тысяч рублей Совсем недавно это было 20 тысячами рублей Лечебные учреждения Карачаева, Черкесия за последние пять лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50% По данным Министерства здравоохранения Республики, активное пополнение автопарка службы скорой медицинской помощи в Республике проводится с 2017 года и сегодня он насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году муниципалитетам Республики было передано 17 единиц спецтранспорта. В Республиканском центре до конца года по программе капремонта отремонтируют 44 многоквартирных дома. Из них в 20 будет капитально отремонтирована кровля, в 10 домах заменят 33 лифта. Рассказали в мэрии Черкеска. Следует отметить, что Черкеск ежегодно показывает высокий уровень собираемости взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Этот показатель в городе за 7 месяцев текущего года составил почти 100%. До 20 августа мэрия Черкеска принимает заявки на конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаева-Черкесии. Принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии Черкеска Армина Дайманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место это 100 тысяч, второе место 70 тысяч и третье место это 50 тысяч рублей. Карачаево-Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка, а в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию первозаместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Рустамер Кенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами, то есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Вот мы с коллегами, помимо там регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе там с коллегами, которые там приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем там точечные проблемы. В совокупности вот это взаимодействие нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. Предприниматели Карачаева-Черкесии смогут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом. В результате предприятия могут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. Для средних предприятий ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%. В настоящее время планируется запустить проект в пилотном режиме. Предприниматели Карачаева-Черкесии могут узнать подробности о новом инвестиционном кредитовании, обратившись в Центр мой бизнес по телефону 250227. Предприниматели Республики смогут узнать информацию о плановых и внеплановых контрольных мероприятиях в этом году на сайте Генпрокуратуры России в разделах «Единый реестр проверок» и «Единый реестр контрольных мероприятий». На указанных ресурсах можно узнать информацию о мерах, направленных на поддержку граждан и бизнеса, обведенном мораторий на проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В случае нарушения прав и интересов представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в прокуратуру по адресу город Черкесск, площадь Кирова, 18, телефон 281318. Курорты Карачаева Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом сообщил заместитель министра туризма и курортов Республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественного горнолыжного туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале «Наши горы.РФ». Президент страны Владимир Путин подписал указы об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Об этом расскажет старший инспектор группы по вопросам гражданства, соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам медосмотр уже не нужен, они ранее проходили медицинское свидетельство. Заявления и фотографии. С ними они могут, ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России, должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь в Черкесске в управление с документами, которые у них имеются. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. Очередной гуманитарный груз, направленный в Донбасс из Карачаево-Черкесии, включил в себя запас лекарственных средств и медикаментов. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба Бимурзова, в отправленную партию специально были включены лекарственные наборы для ополченцев и жителей, указанные на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. С нами связался пенсионер, житель Черкеска, который попросил помочь ему отправить денежные переводы из своей пенсии в помощь Народной милиции. И сегодня мы этим будем заниматься. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаева-Черкеска «Автодор» Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузкой более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории, после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей России сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал Ранхикс. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор филиала Ранхикс Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Марафон «Добро. Капля за каплей» проводимый в Карачаево-Черкесии в рамках Всероссийской акции «Вода России» собрал 137 участников, которые очистили от мусора почти 3 километра береговой линии. Акция по очистке берега реки Кубань прошла с раздельным сбором отходов. Усилиями участников эко-субботника собрано 178 мешков мусора, из них 40 пластик, 47 стекло, 2 металл и 89 мешков несортируемые бытовые отходы. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встреч и сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Республики Лейла Атаева. Одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. Детскую библиотеку имени Сергея Никулина обновят к столетию Карачаева-Черкесии. Будут заменены деревянные окна, обновлены стены, полы, потолки, обновлен фасад. На сегодняшний день уже проведены основные строительные работы и началась внутренняя отделка. В целом, ремонтные работы планируется завершить к сентябрю текущего года. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии, Нальчики, впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ-Мьюзик-фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаева-Черкесии Рина Джанибеков. Предполагается, что фестиваль посетят тысячи жителей и гостей Кабардино-Балкарии из разных уголков страны. В связи с установившейся в последнее время на территории Республики сухой и жаркой погодой, а также увеличением числа природных пожаров на земле сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, на территории Республики действует особый противопожарный режим. В связи с чем в лесах и на землях сельхозназначения запрещается проведение пожароопасных работ и разведение костров. Комментирует информацию заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаева-Черкесской Республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому по становлению правительства Карачаева-Черкесской Республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожневных остатков. Вместе с тем при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. С 26 по 28 августа в Оуле и Конхалк пройдет праздник урожая Сабантой. Он будет приурочен к столетию Карачаевой-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, смотр Ногайских дворов, концерт мастеров искусств, чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши. На курорте Архыс в Карачаево-Черкесии завершился финал Кубка России по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск – даунхилл. Спортсмены проехали трассу с препятствиями и техническими элементами. Среди мужчин победителем всероссийских соревнований стал представитель Челябинской области Иван Кунаев. Среди женщин золото завоевала Анна Скумбина, представляющая Пермский край. Следующие крупные соревнования Архыс примет 25-29 августа, чемпионат России, первенство из Спартакеадо по кросс-кантри. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Умарти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист-экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!